Смотрите в фактах. Порошенко надеется на начало мирного процесса. Яценюк резко критикует. Путин рассказал, чего хочет для мира на Донбассе. Позитивные сигналы из Европы. Париж приостановил поставку в Россию первого вертолетоносца Мистраль. Из-за расширения НАТО Москва меняет военную доктрину, не исключая от превентивных ядерных ударов по США. Украинские войска укрепились на новых позициях, а к обороне Мариуполя подключились промышленные предприятия. Украина еще не знала такого подъема волонтерского духа. Пенсионерка собрала для военных 10 тонн продукции. В эфире итоговый выпуск фактов среды. Оперативно о главном. Интрига дня. Телефонные переговоры Порошенко и Путина. Они общались в 5 утра по Киеву. В течение дня журналистам было сложно понять, о чем детально договорились главы государств. Сперва говорилось о постоянном прекращении огня. Но спикер Путина Пескова проверил эту информацию, сославшись на то, что Россия не является стороной конфликта. После пресс-служба президента Украины уточнила. Договорились о режиме прекращения огня. Путин пошел дальше и назвал результаты переговоров своим мирным планом, детально расписав его во время визита в Монголию. Необходимо прекратить активные наступательные операции вооруженных формирований сепаратистов на Донецком и Луганском направлениях. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающие возможность обстрела населенных пунктов артиллерии. Организовать полноценный объективный международный контроль за соблюдением условий прекращения огня и мониторинг ситуации. Исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта. Осуществить обмен пленными по формуле «всех на всех». Открыть гуманитарные коридоры для перемещения беженцев и гуманитарных грузов. Дать возможность ремонтным бригадам восстановить разрушенные объекты. Это семь пунктов. Петр Порошенко о деталях разговора с Путиным не говорил. На встрече с освобожденными из ливийского плена украинцами он заявил, надеется, что в пятницу трехсторонняя контактная группа в Минске начнет переговоры о мирном урегулировании ситуации в Донецкой и Луганской областях. И добавил, что Украина не давала ни единого повода для агрессии против себя. Варварство просто. Коли розстрілюють полоненинг, коли знищують цілі школи, які наповнені цивільними домами. Коли готують підступно вогневу пастку, порушуючи домовленості. Мені здається, що сьогодні ми, знаєте, піймали таку певну емоційну складову. Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінску ми можемо розпочати нарешті мирний процес. В отличие от президента, прем'єр резко раскритиковал 7 пунктов Путина. Це попытка пустить пыль в глаза перед саммитом НАТО і уйти від реальних решеньів Європейського Союзу за введення нової волны санкцій против России, заявила Арсений Яценюк. Прем'єр подчеркнув, що настоячий план Путина – уничтоження України і возобновлення СССР. А для прекращення війни, считає глава Кабінета міністрів, должен быть один пункт. Росія убирає з України регулярну армию, наємників, террористів, і тоді в Україні буде мир. І вот вже сьогодні вечером появився позитивний сигнал із Європи. Офіційний Париж приостановив поставку в Росію першого вертолетоносця «Мистраль». Таке решення приняли на засіданні СССР, сообщає пресс-служба президента Фресуа Оландо. Правительство сочло неуместним отправлять русским корабль типа «Мистраль», в то время как Москва только усиливає агресію на востоке України. Французські власти заявляють, ситуація в Україні крайне тяжелая, і действия, передпринятые Россией на востоке, нарушили международні принципи і поставили под угрозу безпасність во всей Європі. Напомню, перший корабль вертолетоносец «Мистраль», проданий Францій і Росії, готовився выйти в море на ходові испытання 10 сентября. А його поставка, согласно контракту, дожна була состояться в октябрі. НАТО должен помочь укрепити потенціал української армии. Об этом сегодня заявил президент Шабара Кобама во время своего визита в Естонію. Також он отметил, альянс должен оставить свои двери открытыми для новых членів, но не сказав, що имеет в виду в Україну. Самміт альянса запланирован на 4-5 сентября в Уэльсі. Туда пригласили українського президента. Ожидається, що будуть говорити о усиленні давления на Россію. Тем временем, в РНБО уже подтвердили информацию о том, що со середини сентября на Явровському полигоні во Львовській області пройдуть совместні учення вооружённих сил України і США с їх союзниками. Предварительно в ученнях примут участие більше 1000 бойців, як з України, так і з-за границей. Це перше разворачивання військ США на території України после начала конфлікта на Востокі. По оценкам експертов, обучення станут подтверждением поддержки НАТО стран, які не входят в альянс. Україна хорошо зарекомендовала себя в совместних операциях с НАТО, поэтому в Уэльсе мы хотим встретиться с президентом Порошенко как с партнёром. Україні нужно більше, чем просто слова. НАТО должно помочь модернизировать і укрепити українські военні сили. В преддверии заседання НАТО Москва меняєт военну доктрину. Об этом сказали в Совете Безопасности России. Як заявляють российские власти, причиной стало расширение войск НАТО і ситуація в Україні. Действуюча доктрина была принята в 2010-м, але с тех пор ситуація змінилась, і Росії нужно лучше себя защищати, считають в Кремле. А значить, необхідно внести поправки в документ. Над ними сейчас работа в Совете Безопасности Росії. Новая версія должна появиться уже к концу года, не исключая превентивних ядерних ударів по Соединённым Штатам. Примечательно, що інформація о изменениях в военной доктрине появилась в преддверії самміта НАТО. О новой военной доктрине говорили сегодня і в Кабінете Министрів. Прем'єр-миністр Осьений Яценюк предлагает признать Россію страной-агрессором, которая угрожає территориальной целостности Украины. Он також сообщил, що господарство сумело на 60% покрыть свої потребности в газі реверсом із Європи. Нехватку угля из-за разрушених на Донбассі шахт пополняться за счёт закупок в Южной Африке. Но за газ по 500 долларов России платить не будем, отрезал Яценюк. Прем'єр пришёл на засідання с увесистой папкой. В ній договор об ассоціации с ЄС, 7 сотень страниц. На його основе правительство вместе с экономистами составило план действий в восстановлении Украины. Писали месяц. Какие-то проблемы можно решить уже сейчас, какие-то только после войны. На неё нынче работает вся українська экономика. Эксперты говорят, на этот год прогноз её падения 7%, но уже 2015-й ожидается переломным, в хорошем смысле слова. В следующем году фактически будут заложены основы долгосрочного экономического роста страны. Следующий год может быть годом не прорыва, а годом закладывания основ для того, чтобы в 2016 году мы могли показывать темпы экономического роста превышающие 5%. В ноябре на восстановление Донецкой и Луганской областей Украина хочет попросить у других стран как минимум 8 миллиардов долларов. Хватит или нет, пока непонятно. Убытки подсчитывают в том числе и иностранные эксперты. Донорскую конференцию планируют на ноябрь. А Россию угрожают судом. Если два месяца назад, когда мы освобили Словянск, наши оценки были 8 миллиардов гривен, я сегодня могу смело заявить, что теперь гривны можем менять на доллары. Однозначно Россия понесет, в том числе, майновую ответственность за те сбытики, которые причинены на Сходе. Это и снищение шахт, снищение мостов, это и вывезение подпредельных обладнений с заводов. Эти все факты задокументованы. Уголь и шахт, которые разбомбили террористы, заменят африканским, хотя он признает Минэнерго на треть дороже украинского. Говорят в правительстве и о строительстве новых электростанций. И надеются, что ядерное топливо для них не придется покупать в России. Также Москва не получит 500 долларов за кубометр газа. Реверс из Европы выгоднее. Не будем платить по 500 долларов. Просто не будем. Нет такой цены, Владимир Владимирович. Нам не надо скидок. Потому что скидки в основном в магазинах, в которых ничего не покупают. Тема дня – оборонная доктрина, в которой Россию называют агрессором. Премьер не против, чтобы Украину уже завтра позвали в НАТО. Закон, который отменяет внеблочный статус страны, уже в парламенте. На границе с Россией Украина все-таки хочет строить стену. Но как она будет выглядеть, пока никто не знает. Ольга Чайколя, Александр Чесноков. Факты. Эсетили. Украинские бойцы перешли к активной обороне. Они передислоцировались и укрепились на новых рубежах. В минувшие сутки бои были точечные. Вот так сегодня выглядит карта сражений на Донбассе, по информации пресс-центра АТО. Российские войска сконцентрировались в районе областных центров Донецка и Луганска. Бои велись в 12 населенных пунктах. Ожесточенное противостояние продолжается на участке станицы Луганска и Луганск. Именно здесь противник наступает прямо с территории России. Горячо под Донецком, Маринкой, Подтереймоновкой, Донецкой области и Победой, Алчевском, Малониколаевкой в Луганской. Украинские же войска укрепились на участках Комсомольская, Тельманово и Красноармейск, безыменная на юге Донецкой области. На юго-восточной границе Украины от станицы Луганской до Амвросиевской сконцентрированы крупная военная техника и живая сила российской армии. Пограничники зафиксировали усиление активности вооруженных сил России на участке Красная Таловка в Луганской области. Здесь в непосредственной близости от линии границы занялы позиции военная техника противника, в том числе пять самоходных артиллерийских установок. Детали всего происходящего на Востоке собрала Ксения Миляева. Россияне сконцентрировали живую силу и вооружение в областных центрах и не оставляют попыток захватить Донецкий аэропорт. Части вооруженных сил противника сосредоточены в приграничных районах и на территории оккупированного Крыма. Сегодня СНБО обнародовало видео, где более 120 единиц российской техники движутся из Молодогвардейска Луганской области. Прикордонники зафиксировали увеличение активности Российских сил Российской Федерации на территории Красная Таловка Луганской области. Встановлено, что тут в непосредственной близости от линии кордона занимала позиции военная техника. Среди них выявлено пять одиниц самохидных артиллерийских установок. Накануне, отступая из Луганского аэродрома, украинские военные уничтожили почти сотню террористов. Семь бронетранспортеров, два танка и минометный расчет. Еще сто боевиков ликвидировали на базе террористов вблизи Снежного. Пограничники вместе с батальоном «Азов» отразили атаку врага, который пытался прорваться в Мариуполь со стороны Новоазовска. В город приехало больше подразделений военных. Они обучают местных жителей вести уличные бои и оказывать помощь армейцам в укреплении береговой линии Приморского города. Глава МВД Арсен Аваков убежден, Мариуполь защищен. Мы имеем очень сильный укреп районы против имоверной атаки бронетанковых войск Российской Федерации как со стороны Новоазовска по двум дорогам Нижний и Верхний, так и со стороны Волновахи. То есть эти направления укреплены. У нас достаточно противотанковых средств. У нас достаточно обученные там подразделения. К охране Мариуполя подключились и промышленные предприятия. Сейчас мы слябы отправляем, роем блинтажи. Хотя бы какую-то сделать преграду, какую-то сделать остановку тем силам, которые незваными гостями сегодня идут к нам в город. Одновременно противник пытается взять под контроль территорию от Донецка до Мариуполя. Наемники перебрасывают силы в направлении Волновахи. До сих пор не разрешена ситуация под Иловайском. Сейчас в плену боевиков еще 80 наших бойцов. Этой ночью снова содрогался Донецк. Почти во всех районах слышали сильные взрывы, перестрелки и шум техники. Один из артиллерийских снарядов боевиков попал в школу в Петровском районе. Как кто-то вроде специально на школу разбить, чтобы дети, наверное, в школу не пошли. А когда попали? Ну вот этой ночью попало это все. По оперативной информации, российские наемники планируют повредить газотранспортную систему, чтобы прекратить поставки голубого топлива в Европу. В СНБО уверяют, раньше террористы грабили и занимались мародерством, а теперь и вовсе отбирают жилье. Известны случаи в Луганской области. Террористы распространяют информацию, что с 11 сентября будут отбирать жилье у тех, кто выехал за пределы области. В Запорожский морг привезли тела украинских бойцов из зоны антитеррористической операции. Предварительно их 87. Но точно посчитать нельзя. Тела собирали в полях по фрагментам. Предстоит сложная процедура опознания. По требованию родных проведут анализ ДНК. Большинство погибших не смогли выбраться из котла под Иловайском. Известно, что среди них есть не только украинские военные, но и пророссийские террористы. Когда Путин говорит о мире, жди новых атак. Так было за все время агрессии России в Украине. Его не сдерживают никакие международные договоренности. Военные эксперты советуют не ждать милости от Путина и готовиться. И главное направление, где нужно укрепляться, Херсонская область. Именно туда в следующий раз устремятся полчища российских оккупантов с Крыма. Ну а последние три недели область без руководства. Только в понедельник получила нового начальника областная милиция. Там сознаются наступление кубанских казаков или диверсантов из Крыма. Область удержит. А вот смогут ли отбить регулярные войска, узнавали наши журналисты. Херсонская область полгода без главы областного совета и третью неделю без руководителя облгосадминистрации. Не назначили даже исполняющего обязанности. Предыдущий чиновник не понял, почему не ввели в стране военное положение и уволился. Заместители уверяют, остановить сепаратистов они смогут. Но вторжение регулярной армии с аннексированного Крыма в приграничной области боятся. На то, что область без руководства, люди внимания не обращают, уверяют, чувствуют себя в безопасности. На сегодняшний день как бы безопасно, потому что враг далеко. А понадобится, значит, будет всем небезопасно, не только мне. Будем вставать на защиту нашей Родины, Украины. В Херсоне всё спокойно. На Востоке там происходит беспредел, война идёт, но я надеюсь, что до нас это не дойдёт. Хорошо защищены стратегические объекты. Каховская АГС, насосная станция Северокрымского канала и магистральные электросети превратились в крепости. На дорогах блокпосты. Здесь вместе с милицией АГИ дежурят добровольцы народной самообороны. Днями на блокпосту под Каховка съезжали двух террористов ДНР с оружием. Мужчины ехали в машине, владельца которой убили, уверяют в милиции. Впрочем, кроме дежурства на дорогах, местная самооборона готовится и к партизанскому сопротивлению агрессорам. Наши будут вбивать оккупантов, будут обстреливать колонны, которые проходят, будут закладывать мины. Только 1 сентября, спустя неделю работы без руководства, получила начальника областного управления МВД. В тот же день город встречал спецбатальон правоохранителей «Херсон», который вышел с Кадаловайска. Руководитель милиции уверен, бойцы с реальным опытом должны остаться для защиты региона. Я не могу сказать, что милиция «Херсонщина» деморализована. Судя по показателям, по отношению к работе работников милиции, то милиция «Херсонщины» боя готова. Когда же область получит руководителя, неизвестно. В городе, говорят, нет реальных кандидатов. Киев не видит в регионе проблем, а пока Россия стягивает войска с техникой и вооружением. Елена Горяча, Алексей Уманский, «Факты АСТВ». Украина еще не знала такого подъема волонтерского духа. Почти 10 тонн продуктов для военных собрала пенсионерка в Черкасской области. Сначала сама отвезла в зону АТО полтонны картофеля со своего огорода, затем развесила объявления в ближайших селах. Люди радостно согласились помочь нашим героям-патриотам. Для военных они собрали почти 10 тонн продуктов. Надеются, вдруг их передача попадет и в руки родных. У многих на передовой близкие друзья. Даже трехлетняя Рита знает, где ее папа. У них убивает бандитов и защищает деток. У нас 7 человек из нашего села. И ждем, и туда смотрим, туда смотрим. С сестинцем пришли сало, принесли им домашнего, чтобы хочу дорогу им было, чтобы поездить. Очень хочется увидеть, поддерживать их, сказать им, что мы за них молимся каждый день, что мы с ними. Слава Украине! Героям слава! Хлопцы, мы за вами! В этот раз за продуктами приехали бойцы-добровольцы батальона Полтава. Селяне их встретили как родных. Бажаю им, чтобы они перемогли, чтобы выгнали чужих из нашей страны, чтобы никто не загинал. Никто из наших солдатей не сдастся. Мы вам очень верим. А затеяла все это пенсионерка. Лидия Сивак собрала урожай картофеля. Часть оставила себе, а полтонны сама отвезла в зону АТО. Вернулась, напечатала объявление. С любовью из нашего огорода к солдатскому столу. И расклеила их в соседних деревнях. Люди охотно откликнулись и теперь ежедневно несут в помещение сельсовета продукты, белье, средства гигиены. Лидия Ивановна приезжает на собственном авто, забирает и передает бойцам. Казалось бы, такая активность не присуща пенсионерам. Но это точно не о Лидии Сивак. Благодаря ее неутомимости удалось накормить и обеспечить товарами первой необходимости два батальона. Но люди везут уже и для третьего. Ирина Цымбал, Сергей Днестрян, Факты АСИ-ТВ. Такими были главные события этого дня. Первые Факты четверга смотрите в 7.45 и читайте нас на сайте Факты АСИ-ТВ. Мира вам! Факты АСИ-ТВ